Привет из штата Пенджаб, из Индии. Мы хотим вам показать, как здесь местные дальнобойщики любят оформлять свои машины. Это на самом деле очень оригинально. Потому что, если вы думаете, когда наши водители поставят себе икону или несколько иконок, и хотя они в церкви не бывают, они верят, что это их охраняет, то индийские водители в этом отношении еще намного интереснее. Поэтому мы сейчас покажем вам, как украшена кабина машины, грузовика в Индии. Итак, первое, начнем с того, что у него нет номеров спереди. Как объяснил нам водитель, что это для того, что номера у него находятся в кабине, все нормально. Но это для того, чтобы, если он где-то нарушит там, где не будет полиции, чтобы его машина не зафиксировалась в видеокамерах с ее номером. То есть его нельзя будет опознать. Это абсолютно практическое решение. Второе. У него написано нон-стоп. Это тоже как своеобразная примета, что не останавливай меня. Это, полиция на это никак не реагирует. И начнем с того, что индийские водители очень боятся сглаза. Поэтому покажем вам, чем они от этого защищаются. Раз в неделю, в зависимости от того, какое божество предпочитает водитель, например, этот любит бога Ханумана. Поэтому каждую субботу он меняет на своей машине на свежие связку зеленый, красный перец и лимон. Это первое, что отгоняет злых духов своим запахом. Каждую субботу это он меняет на свежие. Потом вот эти, вы видите, черные хвостики и черные платки. Это черный цвет, который уже есть на кабине. И таким образом он отталкивает других злых духов, которые могут ему встретиться на пути. Красные флажки по обеим сторонам кабины с изображением бога обезьян Ханумана, который тоже в джунглях или где-то просто в природе отгоняет злых духов. Он защищает людей от злых духов, от привидений. И поэтому два красных флага по бокам с золотым изображением бога Ханумана тоже помогают нашему водителю. Сразу за красным флагом вы видите по сторонам два трезуба. Но это не значит, что наш индийский водитель любит Украину, потому что он не знает даже о существовании такой страны. Очень похоже на герб Украины, но на самом деле это могущественное оружие бога Шивы. Скорее всего, по описанию Махабхарати, это лазерное оружие, и он своим трезубцем на расстоянии уничтожал всех врагов и любые препятствия. Поэтому нашему водителю это придает уверенности в том, что все препятствия на его пути будут преодолены. Вот это стоит прямо возле сиденья водителя фирменная лопата фирмы индийской корпорации ТАТА. Потому что это машина ТАТА, поэтому у них все с собой фирменное. И если все эти примочки для против сглаза не помогают, и вдруг наш водитель застрянет, снега здесь не бывает, поэтому, скорее всего, это лопата для того, чтобы разгребать болото. Поэтому на самом деле все намного просто. Если такие символические защитники не помогают, все приходится решать самому на практике. Поэтому во всем мире, во всех странах все намного одинаковее. Жизнь водителя-дальнобойщика совсем нелегкая, и все преграды ему приходится на самом деле преодолевать самому. Изнутри кабина грузовика тоже очень красиво украшена яркими красками, потому что на самом деле это поднимает настроение. Но особенность такая, что у него еще внутри есть алтарь бога Шивы, чтобы он в любое время мог остановиться и помолиться прямо в своей кабине. Поворотник наверху кабины выполнен в форме рыбы. То есть, когда он поворачивает и включает поворот, рыба светится. И рыба, как оказывается, на самом деле это международный символ удачи в дороге. Потому что, например, если бы были в городских странах, там рыбы нарисованы почти на каждой, даже и легковой машине. Все борты машины разрисованы также различными украшениями и также рекламой. Но каждый из этих рисунков нарисован от руки в специальной мастерской по их местному тюнингу. Поэтому каждая машина неповторима. И все вот эти рекламы, рисунки и все остальное – это абсолютно разная работа отдельно взятого мастера. Продолжение следует... Продолжение следует...